здрасте всем доброй ночи всем привет уленьки продолжаем играть от родную долину друзья и находимся мы на клеевом заводе извиняюсь друзья что ночь у нас 12 часов ночи но дело в том что буквально вот-вот и у нас достроится наш завод по сути дела осталось только вот этот забор отсюда снести и все будет нормально еще у нас идет дождик и мне это конечно же не нравится сейчас друзья мы сделаем супер важное дело опаньки вот она и и все так вот друзья почему я начал запись прямо сейчас потому что надо друзья привести хотя бы по одному прицепу всего сюда хотя бы по небольшому и запустить этот завод в работу поэтому давайте мы с этого начнем в темноте а потом уже утром когда у нас начнется уборочная правда у нас идет дождь и закончится он только ближе к 10 утра ну в общем давайте запустим это предприятие и переместимся потом на утро а что нам друзья надо для запуска производства клея нам нужен уголь смола и карбонат кальций у нас все это есть эпоксидная смола делается из абсолютно того же самого поэтому нас две цепочки будут сразу работать и плюс они еще делают мусор с мусором будем разбираться потом а давайте друзья тогда привезем сюда то что нам надо переходим на нашу лесопилку черт темно вообще ничего не видно сейчас все исправим друзья сейчас все будет значит смотрите у нас тут есть производство на лесопилке производство смолы отсюда можно возить это все дело будет на цистерне но сейчас мы отвезем контейнер можно кстати сразу два будет отвести контейнера поэтому поехали загрузимся дождь ночь все что надо для работы я даже сориентироваться не могу куда ехать на самом деле сейчас еще дорогу найти к этому клеевому заводу тоже будет то еще приключение так загружаем контейнер и друзья давайте тоже 2 сразу загрузим чтобы отвести сразу 50 кубов черты мешает выгрузки man значит отгоняем его назад и теперь пробуем выгрузить выгружаем один поддон и обратно залазим в нашего мана загружаем этот поддончик контейнер и откуда ехать вообще хрен его знает ничего не видно просто называется иду по приборам серьезно вот это вот дичь благо хотя бы что называется дорогу знаю этот как тут ориентироваться я вот честно говоря вообще без понятия темно мать его есть у меня подозрение что я не туда повернул и вообще без понятия с видом от третьего лица как здесь ориентироваться кстати да есть же дальний свет почему я про него забыл так стало намного лучше по моему нам здесь направо где-то налево я нашел это место в темноте отлично значит со смола у нас выгружается вот тут очки поэтому выгружаем все на платформу просто проезжаем она моментом должна будет прям исчезнуть 50 кубов смолы есть мана бросаем здесь ночью никого развозить не буду ехать обратно на лесопилку это вообще гиблое дело хотя с другой стороны автодрайву то пофиг как ехать правильно ночью или не ночью что серьезно я еще застрять умудрился давай друг едь на лесопилку дорогу найдешь так это есть нужно друзья привести еще карбонат кальция и уголь и это все у нас есть на базе всего там бункеры вмещается по 200 кубов но мы друзья отвезем по такому вот прицепу по 47 тут хоть лампочки как-то более-менее светятся главное найти дорогу на мост давайте задние фонари мы выключим а дальний свет включим и вроде бы даже что-то стало видно у трактора конечно фары намного лучше светят ежели так нам нужен карбонат кальция поехали лучше светить чем у мана с этим не поспоришь загрузились и карбонат кальция выгружаем и уголь тоже выгружаем производство у нас запущено 2000 литров в час делает замечательно и друзья встречаемся утром когда будет светло ну и друзья здравствуйте еще раз несмотря на то что дождь все еще идет но он скоро уже закончится уже по крайней мере стало светло и можно о чем-то говорить в общем то что у нас происходит на нашей ферме во первых друзья у нас есть проблемы с балансом 254 тысячи денег всего у нас есть и потратить сегодня денег я планировал больше чем двести пятьдесят четыре тысячи это значит что нам надо немножко заработать что-нибудь продать из того что мы можем продать прям такого вот дорогого это маг и канолу в принципе тоже можем продать хотя канола всего по 609 евро а маг по 1026 порт вашингтон у нас друзья есть вот такой замечательный man емкостью 520 кубов как раз вот примерно этот самый man и будет у нас на емкость мака там 500 с копейками кубов в общем-то он его пускай отвезет порт вашингтон ты друг едешь загружаешься ты на мой элеватор и везешь ты маг значит что сделает этот товарищ сейчас он сейчас поедет выгрузит уголь продаст то есть мы там еще 100 тысяч где-то сверху получим после чего он съездит на базу заберет оттуда маг и свойств его тоже продаст и в общем то у нас будут деньги ты друг поехал а мы пока погнали разбираться что у нас происходит вообще возвращаемся обратно на базу значит убрал я друзья все поля я не помню показывал я вам прошлой серии или нет но вот маг мы убрали 502 куба получилось 503 и убиралась еще друзья кукуруза у нас на трех полях была засеяна кукуруза много много кукурузы этой самой кукурузы у нас на складе лежит триста пятьдесят восемь кубов это на самом деле не все еще 470 я отвез на наш топливный завод а чтобы у нас производилась топлива теперь у нас на заводе к утру 54 куба они 30 как было раньше ну и в общем то вот кукуруза тоже здесь забита также друзья здесь ли есть линии еще сахарного тростника и этот сахарный тростник друзья у нас уже созрел на сорок пятом поле для его уборки нам нужна техника специальная это будет свекольный холмер переделаны для сахарного тростника но я думаю так будет лучше а стоит этот холмер четыреста девяносто пять тысяч плюс еще нужно жатка а тут на самом деле в моде идет для каждой культуры разная жатка но я друзья попробую потом сделать чтобы одна жатка была на все культуры просто мне впадло будет это все дело менять я просто постоянно забываю про то что это надо посмотреть а если не получится то значит будут разные жатки наверное вот возьмем тогда для сахарного тростника и от нее уже потом будем отталкиваться ее потом будем править то есть 600 тысяч нам надо просто на комбайн на остальных на всех полях у нас друзья а созрели соевые бобы соевые бобы тоже собираем и все будет просто после уборки ладно это все потом будет соответственно потом расскажу погнали на нашу промзону тоже посмотрим что у нас на нашей промзоне значит камни дробилка дробит камни о 64 куба всего осталось я вот давно туда не закидывал эти камни поэтому кстати здесь еще и топлива много а есть у нас здесь и извести уже 400 клубов и гипса много в общем то всего много надо потихоньку это все вывозить будет отсюда но в первую очередь да надо закинуть камни давайте в общем-то сразу тогда и сделаем пока и хватит наверно или закинуть остальные давайте за ладно закинем остальные по быстренькому много камней потребляет это производство много что-то там уже доехал доехал закидываем тогда остальные камешки 1 камешек 2 камешек в 3 камешек 4 камешек полетел 5 камешек полетел 6 камешек полетел и последний седьмой камешек тоже полетел как же сложно включается эта кнопка грёбаная я не могу ее поймать во нашел и ладно давайте выгрузим уже остальные тогда 6 штук тут получается так уголь у нас продается уже доехал хорошо закидываем оставшиеся 6 штучек чтобы потом этого не делать хотя довольно часто приходится это делать ко мне хотя бы генерируется быстрее чем он попал хотя бы генерируется быстрее чем производится чем требуется в производстве то есть но да ладно значит что у нас тут по производствам а тут у нас есть фабрика поддонов она уже забита уже давно и есть еще немного места на три поддона досок также у нас производятся планки планок есть 33 куба это хорошо можно сюда досок закинуть и красть и давайте это и сделаем так досок закинули уже хорошо на самом деле у нас производство это остановлен потому что досок много поэтому выгружаем их со всех линий пускай они на улице лежат а производство работает и смолу нам тоже делает ну вроде как по остальному все нормально щипы я друзья отсюда немного вывез но уже насобирал 65 кубов тоже можно будет ее отсюда вывозить я ее вывожу на базу обычно хотя кстати с другой стороны здесь у нас сейчас появится еще одно производство поэтому может быть прям прямиком и туда будем возить также друзья у нас построился завод клея вот так вот примерно он выглядит если кто ночью не рассмотрел здесь у нас две линии производства эпоксидная смола и клей все это работает на смоле и карбонате кальция но и уголь как топлива насколько я понимаю хотя может и нет клей друзья у нас будет появляться вот в таких вот контейнерах в общем то какой то из этих контейнеров это клей какой-то эпоксидная смола неважно и еще мусор у нас тоже появляется значит что нам надо сделать на этом заводе нам надо здесь провести автодрайв чтобы мы не парились с пополнением этого всего дела во первых смолу можно сюда привозить будет без проблем в цистерне и это прекрасно во вторых вот на этой штуке можно будет спокойно возить сюда все ресурсы для производства с нашей базы поэтому друзья делаем автодрайв и Так, здесь у нас автодрайв Единственное, есть еще у нас точка с погрузкой клея Может быть попробовать ее сделать, но там заезд задним ходом идет Есть у меня подозрение, что он туда может просто не заехать Ладно, посмотрим, где у нас еще выгружается Опаньки, дождь закончился Точнее, звук дождя закончился Так вот, ладно, потом посмотрим, где он выгружается Если что, может быть, сделаем Так что, друзья, теперь мы можем без проблем сюда привозить с помощью автодрайва все ресурсы Осталось только еще сделать на смолу Загрузку А ты пока едь домой И со смолой у нас, кстати, здесь не так все хорошо, как хотелось бы Не знаю, будет ли сюда нормально заезжать тот ман с цистерной С другой стороны, автодрайв-то контейнеры тоже может возить без проблем Пролезет ли он здесь или не пролезет? Ну, так себе на самом деле сделано Видимо, без того мана не разберешься Значит, отправляем, друзья, его на лесопилку Давай, друг, ездим, будем там смотреть, что и как Черт, и 7 минут ехать Ладно, друзья, пока он едет, давайте смотреть, что к чему Значит, на лесопилке, друзья, нам надо поставить еще два производства Которые связаны непосредственно с деревообработкой Которые нам понадобятся Это, друзья, производство ДСП И производство бумаги ставить мы, видимо, будем вот на эти вот территории Тоже здесь рядом И надо будет тоже привезти везде автодрайв И 511 тысяч к нам прилетает с продажи мака Так, пока денег вроде бы хватает на все Если не будет хватать потом на комбайн, то есть у нас еще что продать Итого, друзья, лесное хозяйство Вот производство ДСП нам надо 132 тысячи стоит Производство бумаги 138 тысячи Давайте, в общем-то, ставить ДСП у нас делается из щипы и клея Я вижу два триггера разгрузки Один из них клей, один из них щипа И как бы это сделать, чтобы было удобно Я думаю, имеет смысл, друзья, вот это развернуть на 180 градусов Чтобы с этой стороны у нас был клей А щипа, скорее всего, будет там Ладно, давай вот так вот ставим Нет, не угадал Щипа у нас с этой стороны Ну и ладно, не важно Это производство есть Производство бумаги тоже сразу же ставим Там у нас щипа и вода Видимо, примерно так же это работает Здания довольно похожи, если что То есть не довольно, они даже одинаковые, судя по всему Только на одно здание мы везем клей, а на другое везем щипу Ладно, давайте поставим его вот сюда Тоже вполне себе нормально будет смотреть Остается 607 тысяч, и этого вроде как даже хватит на комбайн Но, честно говоря, денег все равно мало Давайте теперь перекрасим весь ландшафт Я так понимаю, примерно вот такой пойдет Берем большую кисть сразу И зарисовываем здесь все в асфальт Просто вот от души Да, друзья, получилось ровно что капец С именно тут местами Но на самом деле ничего страшного Когда мы будем здесь ходить, этого всего видно особо не будет Значит, у нас здесь клей и щипа А здесь у нас вода и щипа Соответственно, с помощью вот этой вот самой цистерны Мы будем возить сюда воду Но предварительно мы ее сюда пригнали, чтобы посмотреть автодрайв на смолу Слушайте, она здесь проезжает без коллизии вот эта штука И начать наполнение кнопка есть Хорошо, прекрасно Значит, делаем автодрайв, во-первых, на смолу В теории должно работать Это, в общем-то, есть Также, друзья, нам надо сделать выгрузку воды Выгрузку клея Слушайте, у меня такое чувство, что вот эта штука возит клей Да, здесь есть клей, здесь есть эпоксидная смола И клей в жидком выезде тоже как бы бывает Цистерна его поддерживает Но мы, разумеется, как бы не будем этим заниматься Давайте на всякий случай На всякий случай Точку выгрузки тоже сделаем Только нам надо как-то сделать здесь автодрайв А, я даже заезд решил оставить Ладно, делаем, в общем-то, два проездика Делаем точки И все будет у нас путем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот такой вот автодрайв у нас получился Заезжает, выезжает в обе стороны С обоих сторон Тут все нормально В теории должно все работать Есть автодрайв у нас на разгрузку воды На разгрузку щипы Для производства бумаги И то же самое про клей И щипу для производства ДСП Слушайте, мне прям интересно стало Блин, надо же это по папкам все рассортировать Давайте сразу ДСП клей в лесопилку ДСП щипа тоже в лесопилку Смола загрузка в лесопилку И бумага вода, бумага щипа Эти две точки тоже мы отправляем в лесопилку Бумага щипа тоже в лесопилку А также создаем папку Пускай это будет папка клей гипсокартон Будем понимать, о чем идет речь Соответственно клей карбонат кальция Мы отправляем туда Клей смола выгрузка Мы отправляем туда И клей уголь выгрузка Мы отправляем туда же Так, это есть Значит, теперь ты, друг, едешь На клей, допустим, смола Просто туда приедь И остановись там Через три минуты он приедет Отлично Мы пока разберемся с нашими новыми заводами Первое, друзья, что у нас есть Это производство бумаги Бумага нам понадобится на производство гипсокартона Но потом в будущем, как минимум Хотя она вообще много где понадобится Привозим щипу, привозим воду И на выходе имеем бумагу По-моему, все вполне себе логично Воды можно 90 кубов сюда притарабанить Три прицепа Можно будет даже сразу и отправить Когда он освободится Также есть у нас производство ДСП Здесь мы привозим щипу и клей Клея 28 кубов только можно привезти Не сильно много И на выходе имеем ДСП, соответственно ДСП нам понадобится для того, чтобы построить Производство гипсокартона Но в первую очередь Сейчас мы это делаем именно для этого Я думаю, что щипу сюда уже можно привезти Это не проблема Кстати говоря, можно и отсюда ее сгрузить 66 кубов Так, я знаю, что мы сделаем Мы, друзья, бежим на базу О, кстати, у нас тут ферментатор забился Черт, как это я не уследил за ним Ферментатор мы сейчас разгрузим Это не проблема Только давайте, ладно, мана возьмем Которые поменьше Ферментатор силос Мой элеватор Забираешь силос Едешь три раза Погнал Едь Щипа, друзья, да Мы говорили про щипу Значит, вот этот товарищ Едет один раз Загружается на моем элеваторе И везет это все дело на лесопилку Бумага щипа, допустим И везешь ты туда щипу И едешь всего один раз Погнал А также, друзья, возьмем маленькую возилку Вот эту И ты у нас загружаешься на лесопилке Щипа уголь Блин По разной системе у меня тут все называется Можно потом попутать Выгружаешься на ДСП щипа И едешь ты Там 66 кубов Этот у нас 14 Четыре раза Я думаю, что ты это довольно быстро там сделаешь Покрутишься там трохи И все у тебя будет нормально Так что в теории, друзья, со щипой мы разобрались Погнали на клеевой завод Приехал наш вот этот вот друг Надо было попробовать сюда хоть смолу отвезти Но да ладно Меня больше интересует, конечно, может ли он где-нибудь загружаться клеем Если, например, тебя загнать задницей на погрузку клея Появится ли у тебя кнопочка начать заполнение Есть кнопочка начать заполнение Слушайте, это все меняет Значит, пробуем сделать автодрайв Отцепляем, друзья, прицеп Не знаю, как он там будет заезжать Как он будет маневрировать Но мы попробуем Попытка не пытка, правильно? Черт, уже навертел здесь какой-то фигни, если честно Но попытка не пытка Опять-таки пробуем А вось у нас это дело заработает Точку эту перемещаем тоже в клей Клей Клей-загрузка Отлично Бумага нас не сильно сейчас интересует В первую очередь надо запустить производство ДСП Как ни странно Насколько я понимаю, цистерна вообще ни на каких предприятиях жидкостями не загружается Поэтому если она будет хорошо подъезжать, хотя бы ровно Это уже будет хорошо А сколько у нас уже есть клея? Там не сильно большая вместимость Поэтому надо будет с этим что-то потом придумывать 19 кубов есть, пойдет Ну давайте попробуем его отправить Клей-загрузка, выгружаешься ты на лесопилка ДСП-клей Едешь один раз и загружаешь клей Во! Как я придумал? Давайте его отгоним куда-нибудь в начало маршрута Отсюда же ты должен будешь найти точку Две минуты тебе ехать, а че так долго? Понятно, поедет где-то кругами Не пойдет такое, товарищ Не то ты придумал, не тот путь ты избрал Ездит значит отсюда Да куда же ты все это? Давай вот отсюда Во, 40 секунд, нормалды, то что надо Ну что, посмотрим, сможешь ли ты заехать Ну, распрямиться он успевает Это уже хорошо, значит ему будет намного проще сдавать задан Правильно? Правильно Слушайте, он прям далеко, я его протянул Может быть так далеко и не надо было Ну, задом он сдает медленно, но Судя по всему, будет ехать по маршруту Хотя, по-моему, вилять он уже начинает все сильнее и сильнее В теории должен заехать Опаньки, а он еще и заполняется нормально Видимо, не только на топливном заводе он заполняться не хочет Только что-то он поехал дальше сдавать Ну, я надеюсь, он там типа не упрется в стену Что, мол, все, приехали О, поехал вперед Слушайте, работает Прекрасно Ой, как меня это радует Вы не представляете А тем временем на нашу лесопилку приехали вот эти вот два товарища Которые привезли щепу Точнее, один привез щепу с базы А второй будет ее забирать вот отсюда Вот с этого вот места Что у нас по смоле Можем ли мы еще отправить Отвести попробовать прицеп смолы Можем 54 куба На клеевом заводе влазит аж 200 кубов Просто ради пробок, как нефиг, можем отправить Так, проверяем, чтобы все работало Но то, что триггер со щепой работает, это я, друзья, уже знаю Я отсюда щепу вывозил Поэтому тут все хорошо А вот этот товарищ уже такой более интересный Это все-таки новый маршрут Неизведанный еще Так, его мы отправили на дальнюю Я, честно говоря, даже не посмотрел, кого куда отправил Но вроде как в разные места Но тут должно работать Он проезжает по триггеру Должен его будет словить И все должно быть нормально Да, это работает Так, а почему второй чел не это самое 50 литров всего загрузил Алло, дядя, ты куда поехал? А что за фигня? У тебя же все было хорошо Что началось вообще? Или я там что-то сломал, добавляю туда смолу Этот триггер тоже работает 50 грамм он выгрузил Шикарно, молодец Сколько вообще щепы сюда-то влазит? 72 куба, нормально Четыре раза он должен съездить Ладно, посмотрим Все у него будет нормально Могло что-нибудь сломаться другой загрузкой какой-нибудь Но эта точка работала, я проверял Ну и уехать они отсюда тоже могут без проблем Это тоже хорошо Это тоже несказанно радует Джесси Бишка поехала уже на парковку А маленькая возилка будет пробовать еще раз загрузиться Так, падла, давай работай Я знаю, ты можешь, я видел Собственными глазами видел Все работало Ты загружался У тебя все нормально было Что за фигня с 50 литрами? О, сейчас пошло Непонятно Может быть Прямо вот в тот момент Когда он пошел загружаться Например, подъехал Ман за силосом И там как бы компьютер сам нажал R Там еще что-то В общем-то В такую теорию я могу поверить Автодрайв Сам друг с другом Не разобрался Кто что повезет Раз изначально произошла такая история Давайте накинем ему еще одну поездку тогда Все, друг Давай заполняй производство У нас тут прям, знаете Тут нормально так уже Производство О, приехал Дружище Дружище Бобер Почему я так сказал Не знаю Не спрашивайте даже Он приперся и слава богу Да, рельеф здесь, конечно Вот мне не нравится Они так подпрыгивают Но что поделать Ну, в теории он должен разгрузиться Здесь без проблем И производство заработает Упс, молодец Вот в таких вот бочках здесь выгружается клей Трем Хороший клей Трем Всем советую И полироли хорошие Не реклама Так Друг, стой Я знаю, что ты поехал на парковку Но у меня для тебя есть еще работенка Съезде три раза на базу Там у нас есть вода А что у нас вода находится вот здесь Давайте переместим это тоже в базу Заливка воды Блин А, это на озере заливка воды Не на озере, а в порту Около магазина Точка Я ее видел Можно, кстати, там воду брать Будет более аутентично Но у нас уже есть Есть откуда брать воду Так вот, друг Что? Куда ты едешь? Ты едешь на бумага вода И везешь Воду Едешь три раза А потом можешь ехать парковаться Вот такая вот история Ну и что же, друзья Производство гипсокартона у нас запущено Точнее ДСП У нас запущено Два куба в час Будет это все дело производиться То есть щепу сюда А, щепу у нас сейчас сюда возит Другой товарищ Он сейчас привезет Забьет это все дело Клей периодически надо будет подвозить То, что здесь вместимость клея Не очень большая Это не очень хорошо, если честно С другой стороны В теории можно как бы Хотя с другой стороны Не знаю, ладно Просто прицеп на 30 кубов И клей, соответственно Весь не выгрузится Если он будет полностью загружен Этот прицеп В общем-то непонятно Пока что эпоксидная смола нам не нужна Когда понадобится Тогда и сделаем автодрайв там В общем-то, друзья На этом, наверное, эту серию мы закончим А за кадром ничего делать не буду Потому что следующую серию Начну записывать буквально через минутку А вы, если хотите увидеть ее побыстрее То, конечно же, дохренища лайков надо Чтобы вы поставили И комментарии какие-нибудь пишите Также спонсорам Огромное большое спасибо за поддержку Если хотите смотреть все серии заранее По мере съемки То есть вот сейчас конец октября Всего лишь А уже выходит там 15-16 серия Вот так вот В общем-то это все дело Можно сделать на бусте А тем, кто уже подписался Там вам огромное спасибо Всем, друзья, огромное спасибо За просмотр С вами был Никита Дилей И всем пока-ки Субтитры сделал DimaTorzok